У меня здесь вот такая красота, погода замечательная, дом на диване лежать глупо и бессмысленно, поэтому я выбралась на променад. Трупа, конечно, сырая и грязная, я думаю, пройду сколько смогу. И, в принципе, не обязательно добраться до Айюри, я могу устроить пикник на любом месте моего прекрасного окружения. Вдоль тропы всякое красивое можно увидеть. Ну, например, вот такие крошечки, полсантиметра, наверное. Я такое не ем, хотя встречаются и хорошие. А это вообще, по-моему, зонтик. Говорят, вкусные, но я их всё равно не ем, поганки поганками. Немножко перевести дух, потому что вроде тропа лёгкая. Но идётся так нелегко. За зиму попа нарастила, но теперь приходится отдуваться. Но ничего, я иду. Вот так сюрприз. Рядом с тропой, в абсолютном далеке от какого-либо жилья, среди леса, стоит наряженная ёлочка. Такие креативные туристы. Видимо, здесь устроили встречу Нового года. Ну, это очень забавно. Ну, сегодня вообще-то Рождество. Сегодня 7 января. Восхитительная ёлочка. Да, он на фоне горы. Это четвердак там вдаль виднеется. Спасибо за такой сюрприз. Иду дальше. Господи, это что такое? Кабаны, что ли, рылись? Ещё не хватало мне. Надеюсь, что я их не встречу. Я их вообще-то боюсь. Так, какашечка-косуля. Что? Да это же нижняя челюсть. Самого что ни на есть дикого кабана. Кабана! Какой ужас! Вот это я находочку сделала. Пойду-ка я отсюда. Красивенная Димирджи. Южная Димирджи. Виды, конечно, здесь везде. На четвердаге снега совсем немного. Но всё равно туда очень хочется. А мне ещё идти и идти. Вон туда. Ой. Ну, я побежала. Сегодня тепло. Градусов, наверное, 13-14. И как раз самая середина дня. Самое тёплое время дня. Ну и в тёплой курточке, конечно, жарковато. Походную одежду нужно иметь на все варианты температуры. По лесной дороге колея. Видимо, какой-то транспорт проходимый. Ой, как мне нравится рыжий цвет лужи. Обалдеть! Вот такая колея. А вот ещё замечательный гриб. Трутовик. Ну, красавчик прям. Можем заглянуть к нему под юбочку. Вот, как там. И он здесь не один. И, собственно, видимо, из-за трутовика дерево и погибло. Зачем-то сошла с тропы. Вернее, как шла по дороге. Но дорога куда-то уже пошла мимо. Поэтому пришлось сойти. Тут какие-то вообще непонятные ни тропы, ничего. Иду на ощупь. В принципе, где источник я знаю. Но тут через горы надо какую-то лезть. Не знаю. Ах, пойду. Здесь такие камни интересные. Как будто когтями гигантской лапы процарапаны такие щели. Ничего себе ступенечки. Интересно. Обратившись к карте, все-таки вышла к тропе хоть и не без трудностей. Тут даже люди у меня кричали «Женщина, ау! Там где тропа? Мы потерялись, мы заблудились!» Пришлось кричать, спасать людей. Хотя сама не знала, куда идти. Спустя два с половиной часа я таки дошла до Айюри. Сделаю привал, отдохну и подкреплюсь. Я уже успела проголодаться. Я не из тех, кто носит пухлые неподъемные рюкзаки и стараюсь обойтись минимумом. И вот что есть. Время. Время. Капи. Субтитры сделал DimaTorzok У меня с собой готовы чай и бутерброды, а потом какие-то ребята пытаются развести огонь, чтобы пожарить мясо, но у них ничего не выходит, потому что древесина сырая, а они взяли его в лесу, а вот они хохочут и думают. Ой, какой чай вкусный, с травами. А я молодец. Я взяла с собой бутерброд. Два. И я их съем, потому что в лесу это вкусно. Не зря я термост тащила. Снимала камеру, стукнулась в деревяшку. По-моему, у меня шишка назревает. Завтра это все расцветет пышным цветом, а мне на работу. Сейчас выходные, здесь очень много народу, потому что кемпинг и можно жарить мясо. С праздником! Праздничный костер, да. Ребята затопили баньку. Отлично. Кто-то будет париться. Потому что вот там купалка. Можно окунаться сразу в ключевую людьмую воду. Летом вообще здорово. Да, народ на хороших машинках проезжает сюда. Хотя я считаю, что это безобразие. Подумай, что там. Первый раз вообще вижу столько людей на айуре и столько машин, которые спустились бесстрашно по крутому спуску. Все хотят праздник. А я наберу водички и в обратный путь. Видимо, в ураган упала большая сосна и перегородила дорогу. И разбросала ветки. И, конечно, я зайду на вершину айуре. Потому что айуре – это не только источник, но и вершины. Это партизанские места. Здесь были бои, здесь были лагеря партизанов. Поэтому здесь очень много памятников. Несколько на разных высотах. Дорожка на вершину та еще. Но как-то подняться нужно. Господи. Аташа, куда ты прешься? Здесь у погибшего дерева такие интересные наросты. Тоже невозможно не снять. Обалдеть. Вот я и на вершине. От флага, конечно, одно название осталось. Такие ветра адские были. Но я надеюсь, к 9 мая водрузят новое. Полотнище на вершине и долго не живут. А зайти на вершину, конечно, стоит ради этого вида в любую погоду, в любое время года. Восхитительный четвердак. Прекрасная Демирджи. Вся панорама Алуште. Сегодня, кстати, хорошая видимость. Виден вот этот островок, это мыс Киганом. Виден в хорошую погоду. Ну и туда, в сторону Костелли. И где-то там Кушкая, который не видно. Полотнища нет, но его остатки гордо реют. Начал накрапывать дождик. И мы с моим фенгалом пойдём-ка домой. Спуск занял часа полтора. Уже нигде не задерживалась, потому что темнеет зимой очень рано. Да и кабаны где-то рядом. Ну вот. Это, наверное, всё, что удалось нам вложить на этот раз. Ой. До новых встреч в эфире. До новых походов. Ай!